Пусть меня он в суд подает на меня, это словно в посудной лавке. То есть человек пришел, вот у него этот мандат ему условный выдан, делай что хочешь, он это делает. Это потасовки какие-то, это недоброжелательность, это настроенность на командное какое-то, причем в самом неприглядном виде его. Приказы, приказы, указы, ответственность. У нас неумение создать атмосферу единого комплекса учебного. Потому что то одно, то другое нет. То одно, то другое. Сегодня одно радуется, люди сделали наконец-то. Говорят, нет, это вы все выбрасываете, давайте другое делать. Насчет наказания, что-то я не помню, мы что все старались эти сроки выполнять, это была какая-то игра своеобразная. Сизифов труд это был. То есть дается вам задание, вы делаете, потом все это сметается, делаете заново. Ректор не принимал завкафедрами, такого вообще никогда не было. Вовреждать, ожидать, и все. Ко мне обращались коллеги с жалобами, которыми я бы назвал невротического характера, которые были вызваны от этой всей ситуации, которая складывается в университете. Мы хорошо знаем, что такое стресс, это многие люди на себе испытывают до сих пор. Логики здесь никакой нет. Кадры высокого уровня, но, в общем-то, находятся в таком положении, когда становятся изгоями. Для других это пример. Вроде будешь так вести себя, ты тоже получишь. Если бы было хорошо людям, они бы и не уходили, наверное. Если бы была творческая атмосфера, если бы можно было работать, без оглядки, что там скажут, именно где будут тебя критиковать. Люди, которые сами того не знают вообще, это не в теме даже. Другой вопрос. Почему разрешали бесчинствовать этому человеку? Другой вопрос. Минздрав, Минобор. Почему это все дозволялось? Почему не было проверки реальной? А вы сейчас в медицинский вуз заходите? Я туда стараюсь не заходить. Мне неприятно заходить туда, потому как это тот вуз, который в чем-то я создавал, все-таки больше 30 лет проработал. И какие-то сидят там люди, которые не должны вообще там сидеть. Предположим, реактор сменится. Вы вернетесь в вуз? Да нет, мне уже возвращаться не хочется. Я знаю, что совет ученый, вот я называл уже, теперь он уже другой. Туда входят люди, которые далеки совершенно от преподавания, от медвузов. Поэтому я так полагаю, что чего хорошего там нет. Потому что приглашают тех или в совет включают тех людей, которые будут делать так, как их попросят руководство. А руководство делает так, чтобы остаться опять там. Продолжение следует...